Согласно новому постановлению губернатора Виктора Томенко, вернуть деньги за подключение домов к природному газу теперь смогут те жители края, кто подключился после 21 апреля 2021 года. Раньше же в круг лиц, которому была положена выплата, входили только малоимущие граждане и семьи, дети войны и люди в трудной жизненной ситуации. Партия «Единая Россия» выступала с инициативой расширить этот перечень и увеличить компенсацию. Президент России Владимир Путин поддержал предложение и поручил внести законодательные изменения на региональном уровне. В региональное отделение партии «Единая Россия» обратились к губернатору Алтайского края, к правительству Алтайского края. И 14 сентября Виктор Петрович подписал постановление, согласно которому значительно расширен список граждан Алтайского края, которые могут получать компенсацию. Причем компенсацию не только 50 тысяч, это примерно 50%, но и 75%, 75 тысяч и 100%. Например, жителям блокадного Ленинграда, участникам Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, подключение к газу будет бесплатным. Ветеранам боевых действий и их семьям компенсируют 75% средств, а малоимущим семьям и детям войны вернется половина затраченной суммы. Тем временем в регионе продолжается газификация населенных пунктов. Например, накануне его запустили в центральном районе Барнаула. На строительство газопровода из краевого бюджета было выделено порядка 38 миллионов рублей. И теперь голубым топливом обеспечат около 160 домов станции Ползунова. Мы видим, как люди выходят, искренне радуются, что газ до них нашел. А вместе с этим ушли те хлопоты, когда нам бешеные деньги тратить на электрическое отопление, либо постоянно заниматься углем и отоплением своего дома, немалых здесь домовладений. И очень приятно, вот так вот мы с Альбертом Луневым и с активом этого поселка небольшого занимаемся благоустройством. И люди это замечают. Напомним также закон о бесплатном доведении газа до участков, описал президент Владимир Путин 11 июня. Ранее партия «Единая Россия» направила соответствующее предложение главе государства и он поддержал его в послании. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй до 2030 года. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, День с толком.